Приветствую вас! Из вашего текста я бы хотел выделить некоторые моменты, значит, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент это то, что вы спрашиваете у своего бывшего молодого человека несколько раз, кто вы для него. То есть, кто я для тебя, спрашиваете вы. Это является, к сожалению, признаком отсутствия у вас самодостаточности. То есть, вы не чувствуете себя полноценным без него самодостаточным человеком. Вот. И, соответственно, пытаетесь разобраться, пытаетесь понять, кем же вы для него, собственно говоря, являетесь. Вот. Это первое. Да? То есть, вот представление, как бы представление ваше о себе для него и стремление к более полному, плотному, весомому, значимому месте в его жизни. Олицетворяет то, что вы сами для себя являетесь, ну, недостаточно полноценным и не самодостаточным человеком. То есть, вы говорите, что я не хочу ничего делать, вы говорите, что я не хочу ни на что отвлекаться, вы говорите, что я ничем не могу заниматься, да, и так далее. Вы объясняете это тем, что вы, ну, что вы, вот так мой человек, что вы решаете проблему, а не бежите от неё. Я вам скажу так, что данный принцип, он хорош, но не везде и не всегда. И, в данном случае, это очень похоже на просто оправдание. То есть, просто оправдание. Вы просто оправдываете себя. Вы просто оправдываете. Вы знаете, оправдываете, что, вот, вот, я такая принципиальная, поэтому я думаю только об этом. Не хочу понять, как это. Хотя, действительно, это те вещи, которые понять, ну, в принципе, невозможно. Вот. То есть, это невозможно понять, потому что это касается, ну, другого человека. Понимаете, какая штука. Это касается другого человека. Не вас, а другого. Ну, и понять то, что касается другого человека, ну, далеко не всегда можно, далеко не всегда возможно. Понимаете? Вот. А вы пытаетесь это сделать. Вы пытаетесь это сделать. И, на мой взгляд, это очень проигрышная позиция для вас. Потому что, по сути, вы ставите себя в полную зависимость от другого человека, в данном случае от мужчины. Да? Вот. Это первое. То есть, отсутствие самоопределения, самодостаточность и ощущение собственной значимости. Второе. Это ревность. Это ревность. Ревность возникает из-за неуверенности в себе, страха одиночества, сравнения себя с другими людьми. Ревность. Вы пишите, что я ревнивый человек. Вы не ревнивый человек. В том смысле, что ревность не может быть чертой характера ревности вследствие проблем. Волчих проблем. И с ними нужно работать. Нельзя принимать ревность как, ну, как данность в данном случае, а в данном случае именно это вы делаете, вы принимаете ревность как данность. То есть, типа, я ревнивый человек и, ну, к примеру, мужчина, да, ваш, он должен с этим считаться. Нет, не должен. Следующее. Это такая детская позиция. То есть, вы совершенно очевидно движены своими желаниями. Вот, ваши желания, ваши потребности, которые вы реализуете, определяют ваше поведение в целом. Вот. Что не приемлемо для взрослого человека. Да? То есть, вот, ваша следочка за ним. Значит, ревность к его работе. Общение с его другом. С какой, кстати, целью, не совсем понятно. Да, то есть, ну, непонятно, для чего вы, ну, грубо говоря, общаетесь с его другом. Зачем вы общались с его другом? То есть, вот, вы пишите, там, о, ну, о чувствах. Пишите о чувствах. А, ну, что это за чувства? То есть, вот, вы пишите, что у вас появились чувства к, ну, к другу. Да? А, вот. А какие это чувства? Что это за чувства к другу появились? Как они могли появиться, если он, как и сказал ваш бывший мужчина, если он женат? То есть, вот, мне кажется, что этот момент, ну, тоже нужно обязательно рассмотреть, потому что это очень важно. Очень важно, чтобы вы не руководствовались своими желаниями только при, ну, при взаимодействии с людьми, другими людьми. Очень важно, чтобы вы руководствовались все-таки не только, не только своими желаниями. Очень важно, чтобы вы руководствовались, ну, чем-то еще. Да? Ну, например, например, да? Голосом разума, допустим, чтобы руководствовались здравым смыслом, если можно так выразиться, и так далее. То есть, это вот все очень важные истории, которые, на которые вам нужно обратить внимание. Вот. Но, повторюсь, сделать это вы сможете только в том случае, если ваше желание будет находить выход. В раздельном случае ничего не будет, опять же. Дальше, значит, вы пишите, что я всячески ему помогал, поддерживал и так далее. Это позиция спасителя. Ну, по отношению к мужчинам. То есть, вы его спасаете, спасали, точнее. Вот. А для чего и почему вы его спасали? Потому что вы жертвой. Потому что вы чувствовали и чувствуете себя жертвой. Соответственно, соответственно, ощущение себя жертвой означает, что вы не несете за себя ответственность. К сожалению. То есть, соответственно, это значит, правда, за себя спасать никого не нужно. Когда вы это делаете, вы через других пытаетесь реализовать свои потребности, свои желания. Следующий аспект. Вы пишите, как мне себя вести абсолютно нейтрально и абсолютно спокойно. Проработав свои чувства и желания. Конечно. Как отпустить его? Ну, опять же, понятно, что он для вас научит поисклировать свои чувства. Как отпустить ситуацию? Отпустить никак, потому что нельзя просто взять отпуск. и решать проблему. Правда, то, что вы делаете, это не решение проблемы. Это, как правильно сказал мой коллега, только начало. Потому что вы зависимы от него эмоционально. Вот. И чувство вины, это родом... Чувство вины родом из детства, которое у вас... Вот. Поэтому с чувством вины тоже нужно работать. Вот так. Вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос, Анна. Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Woodratomatch. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Повторюсь. Я выделил лишь только самые основные моменты, да. Есть у вас... Ну, тут более такие... Более... Некритичные, скажем так, истории, да. Например, как то, что вы концентрируетесь на переписках, а не на живом общине. Но мне кажется, что это следствие, и говорить сейчас об этом не имеет смысла. Силу вам с самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!